ну я думаю что это основных вот которых я был инициатором создания это три выставки 1 в тринадцатом году была называлась кавказская уж петербурге вот на графическом музее и насчет двадцатом году была выставка империи кавказ и двадцать первом году вот сейчас предоставим стремение в тринадцатом году идея возникла таким образом я общался с михаилом гусманом это был директор этнографического музея санкт-петербургского вот и он предложил мне это сделать и это был как раз мой первый опыт я связался с несколькими коллекционерами с северного кавказа створа польского края да да краснодарского края потом мы поехали туда отбирать предметы на выставке поехали с елизаветы нератовой и с денисом шереметьевым сотрудниками графического музея и мы проехались в краснодарский край потом а потом поехали в ставропольский кокорчаево-черкесию поехали забрали несколько предметов в частных коллекциях да и вот была первая такая в общем был первый эксперимент в людям очень понравилось вот и мне тоже захотелось сделать выставку в москве сначала была идея просто по кавказскому оружию но когда мы начали дмитрием клочковым думать о том как что ее сделать в москве тоже я договорился с коллекционерами с музеями стало ясно что просто кавказское оружие бессмысленно его о нем рассказывать как самостоятельном явлении потому что это все равно речь идет о 19 веке и в отрыве от процесса присоединения империи кавказа к империи и взаим то есть вот не говоря про взаимопроникновение вот этих воинских культур бессмысленно поэтому я так достаточно решил назвать империи кавказ и конечно были вопросы конечно были даже вот всякие вот завоевание присоединиться вы не присоединения завоевания да вот некоторые кавказские там средства массовой информации там какие-то такие провокационные вопросы задавали да но мы ожидали большего таких провокаций агрессии ничего этого не было все достаточно было корректно я объяснил почему вот в общем даже были было понято хотя сна изначально так неким напряжением были такие вопросах а вообще да ну вот идея была такая и мне показалось что нам с дмитрием клочком который в общем занимался концепцией и фактической реализации этих вещей книги выставки и книги удалось очень приятно что все кому мы обращались все согласились участвовать и музеи по моему 10 музеев и коллекционеры все ведущие готовы были предоставить и предоставили то есть нам конечно не все не всегда нравится этим заниматься потому что тема к сожалению очень слабо известно слабо раскрыто для широкой публики то есть люди которые интересуются любопытно которым это интересно сейчас могут могут найти много литературы и в интернете и напечатано очень много но для публики который не погружена в это дело никто ничего не знает то есть вот ну практически не знают как люди которые живут на кавказе так люди которые живут в россии мало известно это все то есть для очень многих просто были открытия и одна основная идея которая хотел донести вот эта выставка империи кавказ тем что несмотря на то что там есть девятнадцатый век и периодом оружием присоединяли в конце девятнадцатого века начале двадцатого века кавказ уже был абсолютно органичной частью империи и люди жили достаточно мирно с пониманием уважением друг другу и гораздо более мирно чем сейчас мы сейчас 21 21 веке и опыт вот столетней давности совместного дружеского проживания и совместных военных традиций совместных войн то есть когда уже люди плечом к плечу воюют за свою родину в великой отечественной войне я не касался но первого мировая война пожалуйста там люди уже уже там плечом к плечу с русскими воевали от внешнего врага поэтому вот это донести была моя задача и по моему получилось и очень жалко конечно что мало она пробыла потом мне писали министр культуры дагестана просили вывести вывести вывеску сделать вы выставку там ну начался ковид тоже понятно там невозможно но многие еще просили в осетию хотели вывести ее потому что есть потребность донести до публики вот понимание этих вещей исторически которые это полезно для осмысления современности для чему историю изучаем это очень полезно но основной это вот менталитет человека что им ближе что ему роднее ну есть люди которые занимаются только вот советский правда их малого знаю но есть люди точно которые интересуются вот эти познаменные шашки собирают там шашки там 27 года какие-то но его мало конечно двадцатом веке но кому-то нравится мне традиционный эпоху нравится во первых ну конечно разнообразие совсем другой гораздо больше возможностей что-то изучать это как в девятнадцатый век холодно-морожие он все-таки вот отражает эти очень важные очень интересные социальные процессы которые происходили вот а советское время ну советское время тоже тоже отражали потому что примеру до сих пор появляются кинжалы которые они фактически сделаны абсолютно такие же как вот в дореволюционные да ну уже там серпами молотаем молотками там всякие ясно что еще мастера остались все живы были они делали с тех времен да они еще остались все руки работали да и там до 3 до 20 до 30 до 30-х годов еще делали качественно хорошая оружие который вот но потом уже начали начали запрещать потом люди уже начали уходить и поэтому эта история закончилась но да и шашки и кинжалы да вот советского периода раннего и они очень интересны и вот но я очень не люблю советский период потому что я считаю что конечно трагедия которая нас посетила с этим советским коммунистической эпохой поэтому мне не очень хочется этим заниматься вот это мое а я вхожу ходил и сейчас вхожу член московского клуб сафари все направлением это клуб охотников которые но не только занимаются там трофеяной охоты не только занимаются соревновательностью какой-то там совместные мероприятия все-таки мы хоть занимаемся популяризации охоты популяризации правильной охоты какие-то стараемся лоббировать изменения в законодательстве которые были бы на пользу природоохраны по пользу охотников с охотничьего сообщества извиняем идеи трофейной охоты вот мы в какой-то момент и возникла идея издавать охотничий журнал у меня возможности такие были я нашел договорился с издателем не издателем издателя я нашел главного редактора и вот так музей так журнал уже девять лет в этом году издается и мне тоже это очень нравится потому что когда ты издаешь журнал во первых тебе вся информация сходится ты сможешь через печатное слово доносить идеи информацию о охоте у законах о животных о оружие о законодательстве когда охотников так и до властей до законодателя до исполнительный там до департамента и ты так или иначе можешь как на эти процессы влиять ты в центре этих событий в общем мне это очень нравится и я с большим удовольствием занимаюсь этим издательским делом когда у тебя журналы ты не гонишься за какими-то жареными фактами не гоня вокруг тебя собираются серьезные интересные авторы которые пишут и о животных о природоохране о законодательстве об оружии серьезные авторы ты сам обогащаешься ты вот этих авторов которые раньше в общем они может где-то не появились бы а ты доносишь это до сообщества и я бы опять же повторюсь это не только для охотников но и до департамента до думы да потому что нас читают везде все читают все звонят обсуждают а ты занимаешься вот издательство журналов это ты вносишь такое в общем развитие в тему охоты то есть мне это очень нравится я считаю что важное дело спасибо за просмотр друзья если вам понравился этот ролик подписывайтесь на наш канал миза проект русский контур ставьте лайки пишите комментарии и до новых встреч пока